Щи да каша – пища наша. С 1 сентября этого года бесплатное горячее питание для младшеклассников стало обязательным по всей стране. Учащихся начальной школы ежедневно обеспечивают одним горячим блюдом и напитком. Также в меню добавляют фрукты и витаминные салаты. Президентский завтрак представляется бесплатно абсолютно всем категориям учащихся. При этом сохранились также традиционные бесплатные обеды для льготников. Ежедневно идет проверка качества питания, прежде чем мы все это детям дадим. Очень большое внимание уделяется на родительских собраниях, на педсоветах, качество питания и охвата горячим питанием. Поэтому мы очень большое внимание уделяем и также очень много ведем бесед по культуре здорового питания. При гимназии создана бракиражная комиссия, в которую входят медицинский работник, родители, члены администрации школы и учителя, а также социальный педагог. Они ведут журнал контроля качества. Представители родительского комитета гимназии Надежда Семенова проводят контроль питания лично. Питание вкусное, сбалансированное, качественное. Мы очень рады, что в нашей гимназии организовано двухразовое горячее питание. Это бесплатный завтрак для всех детей и недорогие разнообразные обеды. Технологи питания разрабатывают двухнедельное дифференцированное меню для двух возрастов – от 7 до 10 и от 11 до 17 лет. Меню сбалансировано. Из рациона полностью исключены запрещенные высокоуглеводные продукты, такие, например, как грибы, шоколад и карамель. У нас очень много фирменных блюд. Допустим, если салат из капусты детям не нравится, значит, в эту капусту мы добавляем свежий огурец, свежий помидор или даже перец болгарский. Ребята с большим удовольствием ходят в столовую на трапезу. К примеру, первоклассник Андрей очень-очень любит кашу. Андрей, скажи, вкусная каша сегодня? Да. А вот одноклассницы Даши и Милана, кроме каши, еще предпочитают супы и выпечку. Я люблю есть кашу дружбы и суп-пюре, а еще здесь пекут разные булочки с яблоком. Мне больше нравится плов и суп гороховый. Здесь очень вкусные булочки, особо сосиски в тесте. Здесь очень вкусная творожная запеканка. Качественное питание и здоровье школьников является важным компонентом в процессе образования. Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся дома, получают в качестве компенсации президентского завтрака сухой паек. Антон Никонов, Александр Кудряшов. Новости Улправда ТВ.